Небросок! В дальний угол! Шайба залетает! 4-1! Но бежать, а Воронков там остался под воротами! И шайба влетает в них! Взяли в этой суматохе казанцы свое! Пауза, еще одна подставление, еще на место! Гол! 3-2! 3-2! И всего одна шайба отделяет гиллайф! Вот так по себе! Какой лазер! И аккуратно в 9 укладывает эту шайбу! Фантастика! Возвращение матчей между Салаватом Юлаевым и Акбарсом! Зеленое дерби, которое мы все с вами любим! По крайней мере это классика, наверное, современной КХЛ! Я освежил в вашей памяти предыдущие матчи, которые состоялись в плей-офф, когда Акбарс камня на камне не оставил от Уфы, по крайней мере по счету! И вот, наконец-то, мы дождались начала этого противостояния уже в этом, в новом сезоне! А меня по-прежнему зовут Роман, и это мой канал о хоккее! Как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о первом матче между Акбарсом и Салаватом Юлаевым! Сегодня 3 октября! И очень важно было, как именно отреагируют уфимцы, которые так плохо сыграли против Акбарса! И многие из игроков команды из Башкирии говорили о том, что Акбарс очень серьезный раздражитель! И что важно-важно отквитаться за тот такой неудачный результат! И в целом было интересно, потому что все-таки регулярка есть регулярка! И вот таких важнейших матчей, которые мы отмечаем для себя, их на самом деле не так уж и много! Я для себя решил, что буду снимать этот выпуск в джерси команды, которая победит! Благо теперь, после поездки в Казань, у меня джерси Акбарса тоже есть! Поэтому я сегодня в Акбарсе! Это значит, Акбарс победил! Поэтому давайте переходить уже к самому матчу, к обзору, к интересным моментам! Первый период начался с нескольких ошибок Шакира Махумадулина! Тогда еще не было ясно, что это, наверное, будет один из худших матчей молодого защитника в составе Салавата! Кстати, в первую пару вернулся Филипп Ларсен, который проводил первый матч после своей травмы или болезни, как говорил Лямса! Но, так или иначе, вот эти первые минуты остались за Уфой! Потому что был хороший момент у Плэта после сольного прохода Башкирова! И здесь Лямкин получил 2 минуты за то, что чуть-чуть придерживал Данила! Большинство не особо получилось! Акбарс действовал очень активно и не позволял уфимцам здорово владеть шайбой! То есть, сделать так, чтобы шайба ходила! Поэтому ничего особенно опасного не получилось создать! Затем был хороший момент у Ларсена! Потом с неудобной руки бросал Маннини! Но Бабков, который сегодня был на воротах Акбарса, сыграл замечательно! И все угрозы нивелировал! Вообще, надо отдать должное Бабкову! Потому что писали сегодня перед стартом игры, что, возможно, будет играть Белялов! Но Бабков играл замечательно! И вот все эти угрозы салавата, эти одиночные броски, он с ними достаточно легко справлялся! Затем уже было большинство Акбарса! Шакир Мухамадуллин на Лукоянове! Заработал 2 минуты! Здесь вообще никаких вопросов! Четко в номер, двумя руками, с клюшкой! Поэтому заслужено! Большинство Акбарса получилось очень опасным! Особенно вот в первую минуту! Там был прям пожар на пятачке Мецелы! Но уфимцы отбились! А во вторую минуту вообще ничего не получилось! А даже там контрольной шайбы не было! Салават здорово убивал время! Порой уфимцам удавались быстрые атаки, как в этой ситуации, когда Плетт получил хорошую передачу в средней зоне, нашел Хохрякова, Хохряков бросал раз-два, но Игорь сегодня ворота на замок закрыл и ничего не давал сделать! По первому периоду можно отметить второе звено уфимцев! Они очень хорошо действовали именно в ситуациях, когда они теряли шайбу в чужой зоне, то есть сразу же накрывали, то есть вот этот прессинг! И в одной из таких ситуаций Кулемин заработал большинство и казалось, что вот может сейчас Салават реализует его, но снова очень невнятная игра и Мухаммадуллин потерял шайбу на синей линии, затем сделал передачу, это уже кстати в концовке периода, затем сделал передачу на Шмелева, Шмелев шайбу не смог принять, она от борта отскочила, Галимов подхватил ее и Акбарс вышел 2 в 1, Галимов великолепно обыграл Мухаммадулина и в девятку ворот просто вонзил шайбу! Мецелы Акбарс повел, забросив шайбу в меньшинстве, удален кстати был Адамчук и вот это про разговоры про Шакира, потому что это мой предыдущий ролик про топ-5 игроков, которые очень радуют на старте сезона, да мне там писали надо было добавить Мухаммадулина, да Мухаммадуллин забил несколько шайб, 2 гола у него в последних матчах, там и передачи есть, он стал играть в первой бригаде большинства вместо Ларсена, но я там написал в комментариях одному из моих зрителей, что мне не очень нравится игра Шакира, очень много ошибок он допускает и для своих 19 лет он чрезвычайно медленный игрок, очень медленный! И в этой ситуации он умудрился три раза накосячить, сначала потерял шайбу, затем неточный пас Шмелеву и еще потом позволил себя обыграть Галимову, да причем так обыграть, что на коленях просто укатился куда-то в буфет! И вот не знаю, надо посмотрим какие будут сделаны выводы, потому что ну этот матч вообще, вообще ему не зашел, а Акбарс великолепно сыграл Галимов, которого многие эксперты, да там типа Шевченко вообще списывали со счетов, Галимов потихонечку, потихонечку начинает набирать, вот он буквально у него недавно вообще не было голов, А теперь уже три шайбы и в дерби, в зеленом важнейший гол, который собственно как вы наверное уже знаете все решит, молодец Артем, воспользовались своим моментом, типичный Акбарс и вот я не случайно вам вначале вот эту нарезочку, да вот воспоминания из прошлого плей-офф, потому что этот матч вообще просто колоссально похож на то, что творилось в плей-офф прошлой весной и это как будто был пятый матч той серии, потому что Салават ничего не мог, а Акбарс как-то вот снова умеючи, да действовал и ничего не позволял сделать. Второй период начался с ошибки Ларсена и там Глухов мог забить, ему Лукоянов здорово с разворота отдал передачу, Галимов пытался добивать, там тоже момент у него был, но в этом эпизоде Мухаммадулину дали две минуты, хотя удаление такое немножко спорное, но так или иначе Шакир вот дважды удалился, накосячил там с шайбой, да и в принципе да вот по ходу матча он очень много с шайбу терял, но я уже про него все сказал, поэтому едем дальше, кстати в этом эпизоде, Лямся очень сильно кричал на тех, кто поменялся вот после первой смены, нам выхватили это в трансляции этот момент, я думаю, что как раз таки на Ларсена может быть вообще на все первое звено, потому что ну очень плохо начинали атаку, настолько медленно и вот раз за разом Акбарс накрывал их в чужой зоне, большинство Акбарса не скажет, что получилось очень опасным, кое-какие подходы к воротам были, но снова это преимущество не было реализовано. И вообще надо сказать, что весь второй период был очень похож на игру плей-офф, столько борьбы, вообще никакого такого хоккея, который мы бы может ждали, да, чтобы было много моментов, много голов, вроде все-таки регулярный чемпионат, но команды действовали очень, так сказать, надежно, да, в обороне и мало что позволяли делать друг другу, хотя скорости были очень неплохие. Только во второй половине периода потихонечку стали появляться моменты, был хороший выход, когда бросал Хартиканин, но не попал в створ второе звено, усилиями Шмелева был хороший бросок, потом бросок дальний от Панина, кстати, там Кадейкин два раза подряд выиграет в бросовании, и надо сказать, что сейчас Кадейкин на втором месте во всей лиге и уступает только Бьернину из КХЛ. Может, вы видели эту новость, что Саша на втором месте в списке игроков, которые играют в центре, то есть по проценту выигранных единоборств, это хороший показатель. У Александра 64,8% на текущий момент выигранных в бросовании, и на самом деле, вот будь у меня такая возможность, я бы спросил у него, занимается ли Саша отдельно над этим, потому что рост достаточно приличный. Посмотрим, как по ходу сезона, в прошлом у него было 59, а в плей-офф он играл похуже, особенно в серии с Акбарсом, там Салават не мог выигрывать вот эти важные единоборства, здесь сегодня он действовал хорошо. И вот мне интересно, как он над этим работает, потому что Саша молодец. И, кстати, его называют одним из кандидатов на поездку в сборную. Пишите в комментариях, как вы думаете, есть ли вероятность того, что Кадейкин поедет в сборную, с учетом того, что туда едут олимпиадники. Ой, НХЛ-овцы. Да, кстати, едем дальше, было еще подправление от Кулемина, но шайба прошла все-таки мимо ворот Бабкова, затем уже был великолепный момент у Воронкова, который тоже слабо проводит этот чемпионат, но Мецела спас. Потом, как оказалось, там была борьба на пятачке, в ходе которой повреждения получил Зубарев, ему двинул по лицу Сафонов, хотя, на мой взгляд, Илья его даже вообще не видел. И вот очень много шока вызвало этот эпизод, когда судьи, значит, посовещались и выехали на середину и сказали, что 5 плюс 20, показали квартального, у всех ужас, шок. Но вообще я сразу знал, потому что смотрю передачу «Судейская», все эти нюансы. Значит, еще раз, если вы на трансляции не были или смотрели где-то в другом месте, или просто не поняли. Итак, с этого сезона в КХЛ судьи пользуются следующим приемом. Например, случился какой-то эпизод, который тянет на 5 минут. Даже если они сразу этого не увидели, они могут взять, собраться, решить, что там было 5 минут. Например, 5 минут, 5 плюс 20. И тогда, в этот момент, им включают повтор. Они не заходят туда, вовнутрь, а им просто разворачивают мониторы. Они подъезжают, смотрят. И какие у них есть опции? Они могут вот это 5-минутное удаление спустить до 2. Но не могут сделать так, чтобы вообще не было удаления. Поэтому я так подумал, что они среагировали на то, что Зубарев, когда падал, там скинул с себя краги. В общем-то так, ну, давайте признаем, картина это все сделал. Не знаю, может быть, он тоже не ожидал такого удара. Может быть, какое-то такое микросотрясение получил. Или просто шок. Потому что Зубарев-то вообще бугай здоровый. Но вот в этом эпизоде, мне кажется, что судьи как раз-таки вот из-за этого решили пересмотреть. А для того, чтобы посмотреть и не ошибиться в таком матче, они решили сказать, что 5 плюс 20. Затем посмотрели, остались на 2-х минутах. И это абсолютно хорошее решение. Вот я надеюсь, что я прояснил для вас этот эпизод, который был связан с ударом в голову. На большинство вышел Кадейкин с финнами. Потому что до этого не могли выиграть в Брасване. Брасване выиграли. Пытались, значит, владеть шайбой. Даже был опасный бросок Манинина. Но затем Ларсен снова потерял шайбу на синей линии. И это, наверное, уже была последняя капля. Потому что я про себя тоже сразу подумал, что нужно было оставить Мухаммадулина в первой паре большинства. Даже несмотря на то, что появился Ларсен. Потому что команда все-таки привыкла к этому. И вот эта первая спецбригада действовала хорошо. Они там и в Питере забрасывали в большинстве. И, по-моему, в Ярославле. Или там еще где-то. Не важно. Но Ларсен абсолютно не готов был к этой игре. Особенно не готов был к такой активной игре в меньшинстве со стороны Акбарса. И поэтому столько потерь. И в третьем периоде, кстати, Лямси все-таки поменяет. Но мне кажется, что они должны были это предвидеть еще перед стартом этого матча. Для того, чтобы улучшить свои результаты. Так или иначе, вторая минута большинства у Салавата не получилась. И Акбарс едва снова не забросил в меньшинстве. На этот раз Коваленко с Адамчуком. И вот Адамчук Кирилл пытался. Но Мецелов все-таки в ближнем бою ворот свои защитил. А вообще все закончилось дракой между Лисовцом и Воронковым. Хотя, конечно, драка это можно назвать разве что с большой натяжкой. Но, по крайней мере, парочку ударов Евгений попытался изобразить. Но получили по пять минут. И на этом второй период закончился. В принципе, по счету все осталось как и прежде. Третий период начался с того, что сразу практически первая звенова у Фимца вывалилась к воротам. Но до броска дело не дошло. Потом был еще один выход Маннина с Хартиканином 2 в 1. Но Юдин сыграл замечательно. Хотя, мне кажется, что такой, конечно, мастер клюшки, как Маннинин, должен был делать хорошую подкидку. Чтобы уже Хартиканин там расстреливал Бабкова. Но не вышло. Не очень мне понравилась игра Петрова. Но, в принципе, Кирилл, наверное, приучил уже всех болельщиков Акбарса к тому, что он может быть незаметен. Но в этом матче у него единственный бросок с творворот был в третьем периоде. Но, в целом, как бы его герой сегодня и особо не понадобилось. Третий период у Салавата снова мало что получалось в атаке. Была надежда, наверное, у финцев, что поможет большинство. Кадейкин снова за воротами заработал на себе 2 минуты. Юдина отправили на скамейку. Но снова ничего не получилось. В этом большинстве уже вышел Мухаммадуллин вместо Ларсона на вершину. Но это тоже не помогло. Казанцы здорово отзащищались и убежали в свою атаку. Коваленко там имел хороший момент, но Зубарев его снес. И Акбар заработал себе большинство. Но видно было, что уже такого настроя именно на гол нет. Главное это контроль шайбы. И постараться не допустить себе контратаку. И вот борьба в углу там длилась секунд 30, наверное. Беспросветное просто. Ощущение, что чистый плей-офф. И прям вот борьба, борьба, борьба. Самый опасный момент у Салавата Юлаева возник, когда Кадейкин выиграл в брасывании и нашел великолепный пас на Шмелева. И тот просто с пятака, наверное, сам не ожидал, что такая возможность появится. В итоге он не забросил. А уже в следующей атаке Акбарса Колидов просто локомотивом сшиб Тарасова. И судьи дали только 2 минуты. И здесь снова был шок со стороны всех, потому что явно в голову бил Павел. И особенно смутилось, что здесь они даже не стали брать 5 плюс 20. Но опять же, единственное то, что Тарасов нагнулся, но с этого сезона или даже с прошлого это не имеет значения. То есть Тарасов вообще не видел, и был риск такой серьезной травмы ему насти, потому что реально Колидов-то несся. Но Салават Юлаев здесь простили однозначно. Колидова отправили только на 2 минуты и даже не стали давать 5, чтобы посмотреть. Но опять же, возможно, просто перестраховались, не хотели убивать Уфу до конца, потому что 5 минут потом бы сказали, ну вот, судья там не дал сыграть концовку и прочее. В общем, Акбарс получает еще одно большинство и создает тоже, наверное, один из красивейших моментов этого матча. Великолепную передачу получает Кагарлицкий, и ворота были практически пустые. Но он очень, чуть-чуть замедлился, вот слишком большая пауза была, и Мецел успел восстановиться в позиции, и все равно сделал великолепный сейв, самое, наверное, красивое спасение в сегодняшней игре. Юх, кстати, был в порядке. Если в плей-офф прошлого сезона он где-то явно не подтащил, то в этом матче, в принципе, к нему, наверное, вопросов самый минимум. Но Кагарлицкий не забил. Потом, кстати, он еще раз будет бросать, но уже не такая опасная позиция, и Мецела снова шайбу поймает. За 2 минуты 15 секунд Салават Юлаев взял тайм-аут. Виктор Козлов принялся чертить своим игрокам то, как нужно будет сыграть, и было удивительно то, что 6 человек – это первые две тройки нападения, то есть Хартиканин, Гранлундманин, Шмелев, Кадейкин и Кулемин без защитников, но ничего, никакого особенного штурма не получилось, даже нормального броска не получилось. Спокойненько Акбарс усилиями Бурмистрова вывел шайбу из своей зоны, даже не стал сразу Саша бросать, проехался за воротами и уже наверняка низом бросил. И счет стал 2-0. На этом стало ясно, что уже ничего не получится. Акбарс добывает первую победу в рамках зеленого дерби, которое в этом сезоне будет 4 раза. И, как я уже говорил, матч получился исключительно такой плей-оффский, но так или иначе он очень явно вскрыл проблемы Салавата. Конечно, я думаю, многие, особенно рьяные болельщики Уфы, могут сказать, что Шакир здесь сыграл очень хреново, мягко скажем, да, и вот если бы не его ошибки, то игра была примерно равна. Я, в принципе, с этим соглашусь. Акбарс, как и в том плей-офф, и вообще это почерк, да, команд квартального, когда они ведут в счете, они получают уверенность, вратарь действует хорошо, как бы, и все нормально. Также и здесь получилось, а Салават снова ничего не мог создать, и те моменты, которые создали, тоже не смогли реализовать. В общем-то, без Тихонова, который пропускал игру из-за того, что получил повреждения, без вот Пустозеров, Пименов хорошо играли. Ну, в общем-то, у Салавата большой лазарен, сегодня даже Амиров не играл. Но, так или иначе, проиграна битва, но не война, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по поводу сегодняшнего матча. Как по мне, так все равно было интересно, драйв такой игры был. Конечно, хотелось бы, наверное, более изобильного на моменты и голы матча, но что есть, то есть. Если брать статистику по матчу, то 27-20 по броскам в створ ворот пользу Салавата, 19 бросков заблокировал Акбарс, ну и, конечно, Бобков, один из героев встречи, квартально в своем послематчевом интервью именно на это сделает акцент, скажет, что Игорь оставил нас в игре. Собственно, хорошая победа Акбарса, который, да, вот так ни шатка, ни валка вроде играл, всех выиграл с разницей в одну шайбу, или по булитам, или в овертайме, а в итоге уже сравнялся фактически с Салаватом Юлаевым по очкам. Это вот с учетом того, что у Акбарса тоже есть проблемы с составом и три легионерские позиции, которые до сих пор вакантны. На сегодня у меня все. Вот такой получился матч. Пишите комментарии, что думаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok